И всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в этом данном видеоролике мы будем тестировать третью альфу Hello Neighbor! Короче, привет сосед, да. И в общем, мне дали альфа-версию, Open Alpha, и мне дали протестировать вообще третью альфу. Не вторую, а именно третью альфу, в которую мы сейчас поиграем. Наверное, это будет первый ролик на ютубе, тест третьей альфы. Точнее, может не первый, но на моем канале первый. Потому что, ну, короче, ладно. Итак, мы здесь можем летать и ходить нормально, но не можем почему-то. И у нас спавнили, я спавнился сюда, да. Так, у нас здесь есть, так же как во второй альфе, у нас есть такая локация, открыта консоль, вы ее не увидите, ладно. Я вот так вам буду показывать. Вот здесь есть консоль, кто не знает. В третьей альфе мы будем готовить, точнее, они будут готовить, а я просто буду тестировать, саму карту. Вообще, они будут добавлять офигенно чего дофига нового. Так как они сейчас думают, какой сделать новый трейлер для игры. Они сделают что-то новое, реально новое, поэтому это будет, наверное, интересно. Там они доделают все-таки подвал. Ну, ладно. Пока что мне дали только третью альфу, только вот эту штуку используют. Да, я эту карту уже видел во второй альфе, но все-таки это третья альфа, значит, что-то изменилось. И здесь она весит, ну, не знаю, так же как и вторая альфа, но тут что-то добавлено. Все-таки несколько мегабайт добавлено все-таки, да. В общем, здесь мы видим только одну карту. То есть на спавне мы спавним все-таки здесь. Настройки нам не дают, мы сразу уже без настроек сюда входим. Да, настройки просто не включаются. Ну, в общем, ребята, итак, мы будем сегодня тестировать соседа в третьей альфе. Так, откроем дверь, то есть мы можем походить здесь по комнатам. Здесь я уже немного походил, посмотрел, если что. И сосед тоже походил здесь. В общем, сосед изменился. Ну, короче, мы обо всем этом поговорим. Так, здесь мы видим. Ну, извиняюсь, что такая графика, но на лауах работает. Я не знаю, как изменить, потому что вот он, наш сосед. То есть он не может сейчас доходить до меня. В пределах вот таких вот квадрата он не может просто подходить ко мне. Это вообще сделали разработчики и так. То есть, смотрите, вот так он может подбегать, а вот так не может. То есть он по-любому ко мне не подбежит. В общем, сегодня мы будем вообще тестировать эту игру. Так, нам нужно как-то спрятаться от него. И так как мне не дают ходить, как нормальному человеку, я могу только летать. Значит, я буду летать. Прячемся от него. Давайте посмотрим эту дверь. Так, есть какая-то комната. Влетаем в нее. Тут нифига нету. Я вам говорю, это точная копия того дома. Neighbor 3. Это секретная локация. В 3-й альфе, ну как называть, ну не 3-я альфа. Ну да, это 3-я альфа, но не 3-я альфа. Потому что здесь играть как бы нельзя. Здесь только тестировать можно. Именно эту локацию. То есть здесь можно реально почувствовать себя разработчиком этой игры. Потому что здесь можно все попользоваться. У меня есть текстовый документ со всеми кодами к этой игре. То есть это будет офигенно. Ладно. Так. У нас здесь есть вот такая вот штука. Да, ничего нету. Мы можем вот так взять. Что-то кинуть. Так. Мы можем хост включить, но я этого не буду делать. Потому что это реально скучно. Сосед за нами не может ходить. Не знаю. Уже были такие видео про тест-карту. Но в ней, говорят разработчики, что-то добавили новое. И вот все-таки я скачал. Я думал, что будет реально крутая там третья альфа, где там изменит дом. А мне дали просто карту разработчиков. Ну, хотя это круто, но... Ладно. Вот так вот мы можем проверять нашего соседа на наш дробовик. Также у нас есть все коды разработчиков. Мы будем... Я вам уже сказал, что мы будем реально сейчас испытывать карту. Как она вообще будет выглядеть. Так. Я не знаю, что здесь добавили нового. Но, видимо, что-то добавили. Я пока не пойму, что. Вроде все на своих местах вроде. Сказали что-то, добавили. И начало было такое... Интересное. Что-то было написано. Какой-то текст. Hello Neighbor. Game. Какое-то что-то такое. Это как в конце, когда вы подбегаете к... Открываете, в общем, дверь в этой подвале, и все, конец. Во второй альфе. Там был какой-то текст, потом вот это, и началась вот эта игра. Так. Я пока что не понял, как здесь вообще что делать, и вообще как это все делать. Так. Давайте посмотрим. Так. Стрелочка. Все работает, падает. Видите, все работает. Можно все... Проверь. Мячик поиграть. То есть... Кстати, ребят, мячик пропал. Он упал просто под землю. Так. Мы можем разбирать стекла, входить в дома. В общем, проверять полностью альф. То есть, да, все работает. Я не знаю, нафига мне эту закинули версию, потому что она какая-то все-таки не такая. Так. Но зато я здесь могу потренироваться пострелять все-таки. Чтобы мне не мешало сосед. Мне кто-то сказал, что как-то... Опс. Да, я вот здесь спаунился вначале. Почему-то я не могу теперь двигать. Ладно. Мне кто-то сказал, что как-то можно убить соседа. Точнее, не убить, а удалить. Де-ле... Блин. Де-ле-те. Де-ле-та нету. То есть... Мне сказали, что здесь будет можно удалить соседа, изменять все. То есть, здесь полные... В общем... Не знаю. Ну, здесь, короче, все. Так. Так. Короче, все проверим сейчас. Модуль. Так. Лист. Так. Вот все модули, которые здесь используются во всей игре. То есть... Loaded и не loaded. Так. Так. Ну, все понятно, видимо. Вот все коды, которые могут пригодиться. Здесь есть DirectX 11. Почему это третья альфа? Я не знаю. Но она называется... С маленьких букв. Ее почти что не надо скачивать. Она находится в папке. И... Она на реале только запускается, эта версия. То есть... Вам еще, чтобы запустить эту версию, Версию, надо скачивать Unreal Engine. Там можно изменить текстуры в игре. Там... Ну, в общем, ребят, это... Я вам говорю. Это третья альфа, в которой можно... Эээ... Использовать все команды. Здесь добавили еще команды, которые можно использовать. Эээ... Ну, как-то так. Так. Что это такое? Почему я куда-то попал? А, это типа окна. Это типа окна. Или что это такое? Я даже не понял. Так, окей. Так. Оттуда я попасть не могу. А... Я не хочу включать сейчас... Гохос, потому что я не знаю, как его выключать. Я еще не разобрался во всех кадрах. Так. Вот он, сосед наш. Где-то здесь должен быть. По идее. Так. Он куда-то убежал. Так. Я не могу почему-то открыть ни одну из этих дверей. Интересно, сосед может вообще это сделать? Здесь две двери, которые я не могу открыть. Я не знаю, чем прикольная такая карта. Блин. Он реально меня заметил. Эй! Ох, блин. Вот смотрите, да реально страшно. Вот смотрите, когда он около вас стоит вот так. И что-то пытается сделать. Так, ладно. Нам надо как-то вылазить. Назад, 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 назад. Он по лестнице не умеет ползать. Так что... Как-то... Так. Вниз, 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 вниз. Вниз. Так, и дальше... Летим дальше. Как же меня побывать за эту дверь? Так. Так, сейчас посмотрим. Вот что-то... Смотрите. Охренеть, он сломал дверь. Красавчик. Красавчик, он сломал дверь. Вот это реально тест. Охренеть. Теперь мы можем... Охренеть! Охренеть! Даже в полете играть и то страшно, ребят. Так, что это у нас такое? Какая-то хрень. Так, это типа кухня или что это такое? Не понять даже. Что-то там еще ломает. Твою мать. Да что-то... Где он? Ходит вообще. Я не понял. Где он? Его просто нету. Да откуда он вышел? Он там где-то. На втором этаже. Или я не знаю даже на каком этаже. Дверь ломает. Просто задолбал меня. Слушай. Здесь реально можно потренироваться, пострелять. Извиняюсь, что реально такая графика. Но я не знаю, как ее изменить. Она в текстовом документе... Я вам говорю, это не игра. Это даже, не знаю, это третья альфа, но она и не альфа. Она запускается только в Unreal Engine. По-другому она не запускается, по-другому она не запускается, в этой версии игры. Она работает только на этой карте. Ну, это типа как полигона, я не знаю. В которой мы можем что-то делать. Нихрена! Я испугался. Да. Это реально было страшно. Ладно, ребят, давайте включим гост. Проверим, что у нас дальше будет скрывать наш сосед. Я не знаю, что это изменит. Но, видимо, что-то изменит. Волк. Волк это ходьба. Вот. Как отключить гост, это значит включить валк. Волк это хождение, то есть вы можете гулять по всей этой штуке. Так, да, я понял. Так, то есть вот мы опять можем хост. То есть такое вот переключение стало простое. Например, здесь мы можем побывать просто и вообще без ничего. То есть попрыгать можно здесь. Попытаться как-то запрыгнуть на что-то. Смотрите, вот мы можем... Нет, не можем. Странно. Мы можем также настраивать джамп. Нет, не можем. Я пока что-то... Я вам говорю, я не запомнился командой, которую можно использовать. Но это и так круто. Так. Еще дверь. То есть это реально изучить что-то новое в карте. Так. Так. Гост. Так. Окей. Окей, здесь дверь какая-то сломанная. Смотрите-ка. Смотрите, она сломанная. Она в стене. Что-то реально новое. Так, ладно. Мы вышли. Окей. Дверь. Я боюсь, что она выбежит откуда-нибудь. Твою мать, он там. Фууу. О. Гост. Точно. Я же его включил. И теперь мы можем спокойно летать по карте и испытывать то, что у нас есть. У нас здесь есть камера, которую можно сломать, стрелять в соседа. Ладно. Так, что мы еще здесь можем протестировать, так как это не игра, и у меня постоянно она вылетала, пока я не настроил там что-то как-то. Я особо не сижу в Unreal Engine, да, я создаю там текстуры, какие-то маленькие игры, но я особо не разобрался еще в программе полностью. Я не знаю, что это такое за штука такая, я не знаю. Что это такое, почему она такая непонятная, это какая-то лампочка что ли? Да, это лампочка, ребят, они тестировали лампочку, они создали здесь лампочку. Если бы я знал, как здесь что-то создавать, я бы, конечно, это все создал, но... Почему-то, ну, не знаю, не создается. Я уже пытался, и нифига не создалось. Там они как-то все-таки защищены, файлы, и... В принципе, у меня есть код разблокировки, но... Вот этих файлов. Но я что-то не разбираюсь с них. Так, здесь что-то не бьется окно, а бьется, так... Давайте залетим сюда, посмотрим, что здесь. Здесь есть лом. Значит, мы можем что-то отломать все-таки здесь, да? Так, ладно. Здесь можно офигеть, как повеселиться на этой карте, но я не знаю, что здесь еще есть. Так, здесь сохранение работает. Здесь мы можем разбить стекла. Вот эта дверь. Так, окей. То есть здесь можно проверять, будет реагировать сосед на окно или нет. Да, будет. Так. Жалко, что вы не слышите звука. Тут даже изменены звуковые эти... А, кстати, ребята, кто знает, как настроить звук в программе? Хотя, что я вас спрашиваю, у вас такой программы нет. В общем, и... Тут изменены звуки, точнее, ну, почти все изменены, и добавлены новые какие-то звуки. Такие вот, реально, крутые. Ну, ладно. Так, окей. Здесь можно погулять, здесь что-то сделать. Вот, там, ладно. Оконы еще сейчас. Так, здесь окна. А, здесь я разбил, наверное. Так, окей. Так. То есть, смотрите, вот... Ну, все, в общем. Так. Здесь еще какие-то окна непонятные. Типа кухни, что ли, я не знаю. Так, ладно. Теперь мы приступаем к самому этому... К самому тесту. Нашей игры. Итак, смотрим наш провод. Нафига здесь делали провод? Даже на второй альфе он уже был. Провод реально офигенный, потому что он идет от этой штуки, и ее включить невозможно. Хотя, разработчики сказали то, что, ну, этой пушкой или любым другим предметом, если вот здесь где-нибудь стоять и попасть в эту штуку, то она включится. И, вроде, должна работать. Так сказали разработчики, я так говорю, не я. Так что, если что, то это не я говорил. Короче, ладно. Что у нас здесь есть еще? Что у нас тут такое вот неизвестное есть? Так. Здесь у нас есть рычаг. Да, он какой-то графикой не очень крутой. Но, я не знаю. Так, дверь. Открывается. То есть, все видно. О, здесь есть сосед, который у нас бегает. Он сейчас сюда забежит. Так, пока что он забежит. Давайте посмотрим здесь еще. Ну, это вообще игра, вот эта вот карта именно, напоминает какой-то, я не знаю, Sims. Где вот это вот строишь дома, там что-то такое, вот такое вот. Потому что это реально похоже на Sims. Ну, чем-то похоже, точнее. Потому что здесь тоже такие стены. Ну, я не знаю, это не похоже на лабиринт. Но на полигон это точно похоже, я вам скажу. Так, ладно. Сейчас давайте попробуем, я не знаю, что еще попробовать. Давайте осмотрим все комнаты. И, нет, не знаю. Ну, как получится, в общем. Что получится, то и получится. Так. У нас здесь есть три этажа. И там внизу солнце. Кстати, давайте туда слетаем. А, нет, в прошлой игре я летал, у меня вылетела игра. Я этого не хочу, потому что... Просто этого не хочу. Так, ладно. Что здесь вообще... Вообще можно посмотреть вообще. Вообще здесь изменено только звуки, какие-то анимации добавленные. И все. Ну, то есть это просто можно пока что протестировать. Этого в игре еще нет. Так как Alpha 3 еще не вышло. И... Ее просто ждут. Так, ладно. Здесь ничего нет. То есть, как бы вы что ни делали... А, дверь открывается, видимо. Так. Ладно. Это тоже должна открываться, по идее, дверь. Нет. То есть мы можем еще взять стол. И закинуть его куда-то. Это все работает. Блин. Реально анимации крутые. Здесь есть отмычка, чтобы открывать двери. Какие замки. И тут только вот обидное то, что я не нашел здесь замков. Сколько я здесь ходил, я не нашел замков. Зато я нашел соседа. И телик, который где-то непонятно где был. Вот смотрите, как бегает наш сосед. Он стал бегать, ну, как-то, не знаю, как реально, какой-то бегун. Вы только посмотрите. Так. Стоп, а где он? Я не понял, где он был вообще. Ладно. Так. Вообще, здесь еще сказали. Вот, замок. За этой дверью что-то интересное есть. То есть здесь можно реально проходить какую-то миссию. На этой карте. И, возможно, это будет все в игре. Так, здесь у нас что? Нифига. Тут дверь. Давайте посмотрим всю карту. Нафига они сделали ночную карту? Я не знаю, но это, не знаю, круто выглядит все-таки. И нас как-то обнаружил сосед. Я не знаю. По такому дому он еще обнаружил меня. Я не знаю как. Что находится за картой? Точнее, ну, да. Именно за картой. Так, ладно. Вниз. Так, солнце. То есть такая вот плоская карта. То есть ее почти что вообще не видно. Потому что она сделана, ну, реально плоская карта. Потому что, ну, она реально плоская. Вот, посмотрите. Вот. Она просто офигеть какая плоская. То есть, как-то так. Мы можем здесь по ней походить. Так, ладно. Окей. Не знаю. Вот почему-то, как будто меня сосед видит. Но я не знаю, как здесь немного текстуры глючит. Ну, ладно. Это из-за графики все-таки. Так, окей. Здесь повидим какие-то двери. Что-то создавалось. Здесь какой-то вот такой блок интересный. Так. И все. Больше здесь ничего нет. Кстати, ребят, здесь еще есть кое-какая штука. Которая включается только здесь. Так, окей. Ладно. Так. Давайте я включу. Здесь. Так, окей. Давайте я введу open. Open Level. Есть Main Menu. А есть Level. Давайте Level. Level был уже в Alpha 2. Я не знаю, почему назвали создатели это Alpha 3. Ну, видимо, это, не знаю, просто, ну, что-то похожее на Alpha 3. Но это точно не Alpha 3, ребят. Ну, как бы вы ни хотели, это не Alpha 3. Вот я зашел в город кодом. То есть, если я выйду, я опять попаду в эту, как его... Ну, короче, в полигон этот. Так. Окей. Так. Окей. Давайте попробуем к соседу зайти. Так. Дверь закрыта. Так. Окей. Окей, 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 окей. Давайте осмотрим наш дом. Дом. Так. Ладно. Это все мы увидели. Говорят, что-то изменилось в начале. Что-то они добавили, что-то убрали. Я не знаю, что. Давайте это все проверим. Здесь ничего не изменилось. Здесь дом как дом. Кстати, они говорили что-то про второй этаж. Но я не понял. Но нет. Он не работает. Так, надо уже заканчивать видео. Поэтому... Кстати, вот эта картина, в этой картине, должна быть картина нашего главного героя. То есть, так же, как два соседа. То есть, два брата-соседа. Да, это понятно. Окей, выходим. Да, лагает немного игра. Так, окей. Так, ладно. Так. Окей. Что мы делаем дальше? Давайте попробуем теперь еще кое-что ввести. То, что не было еще... Я не знаю где. Наверное, я не смогу это делать. Ладно. Давайте проверим вообще, что изменилось еще. Так. И надо заканчивать видео. Запрыгиваем. Так. Соседа нашего не видно. Видимо, он на той карте остался. Его реально нигде нету. Смотрите-ка. И... И... Кажется, я ошибся. Ё! Ё-ё-ё-ё-ё! Охренеть! 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 Так. Вообще охренеть! Охренеть! Это ж сосед! Окей, он еще там. Давай, ладно. Пусть он меня заберет. Ладно, он там какие-то штуки ставит. Ладно. Так. Гхост это вот это вот. То есть, теперь можно сразу вбивать команды. То есть, не надо там ждать чего-то, там что-то делать. Так. Что они добавили вообще? Так. Вообще, хрен знает, что они здесь добавили, потому что... Ну, это реально вторая альфа-версия. Тут нифига не поменено. Нафига называть это третьей альфой? Ведь это не третья альфа, это вторая альфа. И здесь нифига не изменено. Может, они что-то подготавливают? Я не знаю, потому что... Сосед что-то делает, смотрите-ка. Зарядка какая-то. Так, ладно. Я правда не знаю, сколько я думал. Здесь нифига ничего не изменено. Только графика неизменная стала. Да и включается только на реале engine. Так, ботинок у нас так и остался. Так, окей. Он нас не видит. Так. Он что, попал в свою, что ли, капкан свой же? Потому что по-другому это назвать, наверное, нельзя, да? О, молодец, молодец. Давай, давай, запрыгивай. Ха-ха! Попал на свою штуку. Молодец, что он. Молодец, молодец. Вообще, молодец. Молодец. Да, графика вообще не крутая. Постоянно лагает. Но вам говорю, это не игра. Это именно какой-то пользователь. Я скачал это из интернета, потому что какой-то пользователь написал то, что там третья альфа. Он реально... Нет, это круто, потому что это не игра. Он скинул не вторую альфу-версию. Он скинул просто то, что разрабатывают разработчики в анреале. То есть, он скинул анреал, все там файлы из анреала. То есть, вообще, это игра разработчиков. То есть, я спокойно могу теперь взять, изменить текстурки дома, там, чего-то еще. То есть, изменить я теперь это все могу. Потому что это как бы несохраненная игра, там ничего не другое, но все файлы игры есть. То есть, я могу спокойно изменить, там, дорогу, там, кого-то добавить, какого-то персонажа сохранить. Это я теперь все могу в этой игре. Я не знаю, почему графика как-то изменена. Почему у меня меню не открывается. Это правда как-то интересно и непонятно. Потому что игра реально неизменная. Она просто от разработчиков. Это все. Это, я не знаю, почему альфа третья. Не знаю, просто, наверное, для прикола так назвали. Хе, я видео так же назову. Так, здесь нам нужен лом. Ладно. Давайте откроем подвал, опять закончим игру и все. На этом, наверное, все. Так, соседушка, на тебе твою хрень, я все равно войду туда. Так. А вот это вот интересно. Там нет подвала. А, есть, 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 есть. Давайте входим в подвал. Бежим по подвалу. Ну, то есть, в таких настройках видно все. Здесь нет темноты. То есть, здесь можно обойтись и без этого, как его. В общем, можно обойтись и без фонарика, да. То есть, вот так вот. Можно все смотреть. Да, графика не очень, но это все-таки, ребят. Ну, это не сама игра. Это все-таки от разработчиков. Хотя, хрен знаю. Не знаю. Походу, мне наврали. То, что я скачал файл. Но парень все туда добавил, в этот файл. Там есть все файлы игры. Каждая текстурка, каждая моделька, каждая вся вот эта, вся штука. В каждой отдельной папке. Например, дверь, там, дур. Там дофигища файлов. Все текстуры. Там какой-то цвет двери. Всякая вот эта. Вся анимации собраны. Ничего обновления здесь, походу, не обновили. Но это все сделано офигеть, как круто. Теперь я спокойно могу изменить любое, что здесь находится. От системных требований игры до, я не знаю, до соседа самого. Убрать у него усы. Ха-ха. В общем, я могу изменить все текстуры теперь в этой игре. Ну, вот как-то так. Но, еще этот парень, вот то, что меня удивило. Он скинул все команды разработчиков, которые вот вы нажимаете на консоль, вводите там коды. Он скинул все коды из этой второй альфа-версии. Там что-то добавили, да. Но это реально все коды. Это реально... Вы можете стать разработчиком этой игры и сделать из своей игры реально что-то свое. И играть, как, я не знаю, как крутой. Просто тестировать игру и показывать всем то, что... Ой, вы такой крутой, вы там изменить текстурки дивана, там чего-то еще. Теперь это все можно делать. Ссылку на эту... Ну, в общем, на эти все файлы я оставлю в описании. Также я скину ссылку в описании на скачивание Unreal Engine. Там специально нужна версия, потому что в новых версиях почему-то не открывается. У меня была новая версия, но пришлось переустанавливать новую версию на старую версию, чтобы запустить вот эту вот Hello Neighbor. Они делали это все на старой версии, так что, ну, как-то так. Но сделано это офигеть как круто. И я все это буду изменять, ну, это, наверное, в следующем видеоролике. Потому что это реально круто изменено. Но включается почему-то это все там. В том, в той локации. Но все работает. Это круто, пользователи. Все. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Nubaz. Подписывайтесь на мой канал Nubaz 2. Еще смотрите новости в группе ВКонтакте Nubaz. Там тоже интересные новости. А видео, которые я буду снимать. Или такие эксклюзивные видео, которые я снимаю сейчас. Про игру Hello Neighbor. Это реально что-то крутое. Все, что я вот это сейчас снял, это реально что-то новое. Ну, точнее. Кстати, ребят, вот все, что я сейчас снял. В следующем видеоролике я сниму вообще эту папку. Со всеми файлами вот этой вот штуки. Файлами игры. В общем, все это будет. Ну, а сейчас что я могу вам сказать. У нас сосед. Второго соседа что-то. А, там есть он. То есть ничего не изменено. Меня обманули, ребят. Ну, зато файлы скинули меня в нареале. И я вам обязательно что-то изменю в этой игре. Ну, а сейчас. Что я могу вам сказать. Только. Всем удачи. И всем пока. Наверное, да. Потому что, ну, конечно, если вы знаете что-то реально крутое из этой игры. То обязательно пишите в комментарии. Возможно, у меня нет таких консольных команд. Кстати, консольные команды я скину тоже в описании. Короче, всем удачи и всем пока. Кстати, ребят, еще забыл сказать. То, что еще будет кое-какая штука интересная. В группе. Так что заходите. О ней я сейчас видеоролики не буду рассказывать. В общем, я вам все рассказал. Всем удачи и всем пока.